Тяжелый сезон, который должен вместить в себя 52 игры, стартовал. Клуб Тюмень спустя три года вновь участник высшей лиги А, второго по силе отечественного дивизиона. Самый логичный в таком случае вопрос о задачах команды. Задать его можно было на пресс-конференции, посвященной этому событию. Тюмень, конечно, нельзя назвать дебютантом высшей лиги А в полном смысле этого слова. Но спустя три сезона отсутствия на этом уровне команда все-таки будет в ранге новичка. Большинство волейболистов осталось прошлогоднего состава. Так что грезить высокими целями пока не выйдет. Наша главная задача будет сохранить место высшей лиги А. Это главнейшая задача, потому что мы с таким трудом выходили, и не хотелось бы потерять это место высшей лиги А. Ну а, как бы сказать, программа минимум, а программа максимум, я все-таки думаю, что надо будет пробовать попасть в пятерку. Одна из главных на сегодня проблем Тюмени – неполный состав. В боевых кондициях находятся лишь 11 человек, при желаемых 14. Но дело на месте не стоит. Буквально в день пресс-конференции договорились о соглашении с новым связующим. Новый человек сейчас приехал с Украины пасующий, Виталик Щитков. Он уже практически член нашей команды, осталось с документами оформить. Значит, по его пребыванию, значит, у него сейчас идет восстановление, человек после операции, значит, ему еще потребуется примерно 2-3 недельки для того, чтобы уже полностью стать в строй. Но по его способностям, по его мастерству, уже можно сказать, мне на журный глаз человек опытный, человек поигравший, человек провел два сезона в польской первой лиге. До этого играл в Ленобласти, когда они в высшей лиге, а в финале играли. В прошлом сезоне у Тюмени были партнерские отношения с Нижневартовской Югрой Самотлор. Югорчане остались в суперлиге, а потому… На сегодняшний момент мы подписали с клубом Самотлор также фармские отношения. Об своих отношениях мы поставили в известность федерацию всероссийскую, поэтому мы будем дальше сотрудничать. Позади у тюменцев 13 матчей межсезонья, 3 игры на домашнем турнире и еще 10 в рамках предварительного этапа Кубка России. Но теперь время для экспериментов закончено. Команда подходит в хорошем физическом, психологическом настроении. Все жаждут борьбы, дать битву каждой команде, доказать, что они не зря попали выше льгуа, что это был не случайный случай. Так что все готовы биться и отдавать последнее на площадку. Разобрали ошибки, каждый понял, где в чем надо добавлять. На тренировках это сейчас происходит, так что все нормально, все в рабочем порядке.